они что не вечно оказывается мы к сожалению разводимся и это так ну как-то блин взял и и все очень плохо поперечного нету джахарова там иногда по телефону клиническая депрессия была у тебя клиническая есть такое понятие power couple ты знаешь что это такое но и что люди купаются кашу я все беру а почему не илья илья ударился в работу ну все нам звонить киркурова хорошо его достаточно нежное отношение софи они там у тебя же вот был прямо вот этот вот шанс вообще не в ненозе был полнейшим потом он пытался его взять в рот в этом пакете ты хочешь казаться сильнее я не хочу казаться сильнее я хочу быть сильнее ровно год назад мы встречались летом с моей героиней правда было это в других обстоятельствах она тогда была женой литл бига дача шашлыки тепло красота сегодня я в холодном питере и иду уже в ее отдельную квартиру где она живет после развода поэтому сегодня будем говорить о женском рэпе о разводе ну и вообще обо всем женском женский выпуск ирина смелая она же татарка 29 лет видеоблогер рэп исполнительница бывшая жена лидера группы литл биг ильи прусикина известного как ильич первая популярность пришла к татарке после youtube проектов фэшн трэшин и мж на протяжении двух лет вела личный канал на youtube в котором выпускала ролики под названием татарские будни четыре года назад ирина выпустила трек алтын в котором она читает рэп на татарском языке клип на эту композицию на сегодняшний день посмотрели почти 50 миллионов раз в 2017-му татарке ильича родился сын добрыня в августе 2020 пара официально объявила разводе в социальных сетях и некоторых сми заподозрили что причиной их расставания стал роман ильича с участницей группы литл биг софьей таюрской добро пожаловать спасибо ходить класс я сюда брошу тогда конечно вот я как раз сейчас уже говорила в подводочке что встречались год назад за городом шашлыки мясо вкусное я прожорливаю я тоже пришла со своими котлетами на их там оставил ты по сути дела у нас первая героиня осторожно собчак которая два раза в выпуске понимаешь илья это моя жена это я знаю алтын алтын это соня вокалистка наша тогда еще все было хорошо хотя уже ну как бы мне казалось я еще помню что мы вышли с моим режиссером и я уже говорю что мне кажется что-то там что-то уже не да да ну я думаю это чувствуется это видно сколько зрело это решение где-то оно было в подкорке наверное год может быть решение зрело полгода потому что когда ты понимаешь внутри что ты об этом уже думаешь немножко не по себе становится не по себе было того что у меня в голове вообще не было даже таких мыслей когда вот мы там поженились когда у нас ребенок появился я думала что это все это навсегда так будет всегда классно идиллия все круто а тут у тебя вот зарождаются вот эти вот какие-то сомнения там куча вопросов и ты начинаешь анализировать и понимаешь что они что не вечно оказывается и вот так вот бывает всегда же есть эта последняя точка что это был за день когда ты так подумала ночь вот середина лета когда он начал часто уезжать на съемки а я знала что сейчас начнется сентябрь то есть это был конец июля начнется сентябрь у них начнутся туры и мы опять не будем видеться а тут он постоянно он тогда в сочи улетал снимался сериале потом в москву лет уезжал какие-то съемки были у нас очень большие ну то есть туры были прям я даже иногда хоть думал блин а нахуй мне это все надо и я такая да как это то есть и они еще еще сильнее стали начали становиться известнее известнее я понимаю что дальше то больше то есть потом мы вообще с ним по два года не будем видеться и вот я поняла что я к этому вообще не готова и вот получается ты год терпела я терпела и я понимала внутри что ну наверно моя терпелка она скоро лопнет я наверное еще терпела и я ждала когда же это произойдет насколько меня хватит этого режима ожидания допустим он уехал в тур на два месяца его нет у тебя уже ты во первых привыкаешь спать одна у тебя уже свой уклад здесь то есть все по-твоему лежит стоит все уже вот как бы ты привыкаешь возвращается с тура человек и у нас выходило так что вместо того чтобы мы как бы радовались друг другу что вот наконец-то увиделись все классно ура ла ла фа фа у нас начинаются какие-то вот эти вот мелкие трения микроссоры и ты думаешь ну как то чего то есть отвыкаете жить вместе отвыкаете жить вместе и интересы вообще начали пропадать со временем говорить стали меньше и как бы пропасть она вот так вот больше 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 и вот вы сидите какой-то один из вечеров и просто оба в телефоне ну да как ты говорила жизнь на расстоянии это говно да я запомнил это фраза мне понравилось я с этим я кстати подписываюсь после долгого тура группы little big я постоянно в разъездах и постоянно занимаюсь группой там и всем-всем-всем съемками а ира постоянно просто ждала это были у нас по факту семья было на расстоянии и это прям им не было плохо от этого и ирина поэтому отношения на расстоянии это полное говно кто бы что ни говорил этого это говно это невозможно у меня такое количество друзей моих так развелись из другой сферы больше с бизнесом знаешь вот эта модная тенденция когда муж бизнесмен работает в россии семью отправляет в америку или в англию или там куда-то за границу на юг франции и вроде бы как бы он это делает для семьи чтобы они жили учились в лучших школах потом как-то ну приезжаешь под раз в неделю к ним но так тоже не налетаешься и потом уже у тебя появляется в россии какая-то другая семья ну то есть очень мало кому удалось вот сохранить отношения вот мне на самом деле интересно понять в головах мужчин многих вот это вот забота что я мужчина я сейчас материально обеспечу у них будет все для них это типа я мужик я сделал классно а то что она там вот как бы одна такая сидит до свои дела какие-то делает а ты-то как бы смотри какая фотка прикольная волосы вообще шикарно смотрятся да не она это фильтр думаешь собчашка же страшная и волосы явно не свои не на мне вообще говорили что на нее там целая команда программистов работает чисто чтобы для инстаграма прихорашивать прикинь я тебе говорю что это фильтр блин чё за фильтр себе такой же скачать надо поискать вы лайки лайки ставить не забывайте девчонки на самом деле все проще чтобы хорошо выглядеть на фото о себе нужно заботиться вот вам для начала линейка ultimate experience от равента это то что всем нам нужно фен щетка не только вы высушит волосы но и обеспечит профессиональную укладку и объем как в салоне функция стайл ассист с тремя режимами автоматической настройки скорости вращения и температуры сделает укладку легкой а результат идеальным просто выбирайте нужный режим и создаете объем или делаете ваши волосы гладкими и шелковистыми а выпрямитель ultimate experience помогает выглядеть потрясающе благодаря эксклюзивному лаковому покрытию которое обеспечивает безупречное скольжение без заломов и пересушивания выпрямить вьющиеся волосы да пожалуйста сделать красивые локоны без проблем потом когда закончите выкладывайте в соцсети что захотите и не забудьте хэштег без фильтров зачем вам фильтры когда есть равенто переходите по ссылке в описании и по промо коду ксения 25 получаете скидку 25 процентов на всю продукцию равенто здесь такая вот замечательная снимаешь тоже же крупную завод в питере же до другие цены его за сколько снимать это стоит 130 но вместе с кварплатой паркингами и всякими приблудами где-то около 170 получается высокий этаж да здесь у нас детская как-то поняла он в детской у нас времени проводят он тусит в гостиной симпатичи ну как-то он у тебя в строгих условиях растет потому что обычно у детей все в кавардаке игрушки все ярко у вас так не здесь был кавардак просто прибрались не не а я такая говорю но они придут я убираться не буду зачем все же знают что жизнь с ребенком она вот такая и замечательная наша няня перед прогулкой видимо я решила все убрать в моей спальне абсолютно ничего особенного красота с видом на балкон да фотографии картина это я просила знакомую свою рисовать нарисовать адаму с жемчужиной сережкой и и и и вот это вот фолеро витамины о которых ты еще в ранних блогах меня спрашивают ответь пожалуйста как ты ухаживаешь за кожей лица я просто пью витамины я пью только витамины нет это еще маленькая часть там остальное все на кухне там половина кухня витаминов приходится да почему френдс любишь люблю друзей да это мне илья подарил это тоже мне илья подарил тут тоже лего с друзьями но у меня как-то пока не получается это все собирать не особо вот ну да это тоже мне илья подарил вампир каких-то он тебе все время других мужиков тебе дарит понимаешь тоже он подарил других мужиков ну как бы уже можно уже можно я же уже как бы все сша быстро вы прошли вот эту фазу от первой встречи до момента там уже каких-то близких отношений скажем там недели месяц месяц полтора наверное да ладно так долго ну мы с ним оба супер закрытые люди сложно было да посредством вот того что мы постоянно вместе где-то были раскрылись и вот так получилось то есть он тоже в этом смысле достаточно закрытый такой такой нужно очень громный человек скромный да нужно очень сильно наверное чтобы он проникся к тебе чтобы он тебя открылся кто все-таки вот больше первое открылся кто но знаешь всегда в отношениях либо мужчина либо женщина все-таки делает этот шаг навстречу это вот я думаю я потому что я видела и поняла мы с ним оба были после долгих отношений оба израненные там избитые вот этим вот всем дерьмо жизненным а сколько встречать пять лет вау пять лет и что и он увел тебя от него да нет конечно не расстались мы расстались до полгода получается прошло с момента расставания я познакомилась с ним а у меня как раз было полгода 10 летних отношений мы такие два разбитых сердечка короче спасали друг друга как могли сразу это произошло когда ты увидел как то было да в общем мы встретились на открытие магазина пространство ткачи есть здесь в питере там открывался магазин наших знакомых и моя подружка говорит мне вот типа приходи давно не виделись давай потусим я тут с другом я тебя с ним познакомлю круно прикольно приду прихожу она горит ой слушай вот он где-то здесь гуляет но он когда придет ты ему скажи что ты его фанатка я грудь чего зачем и он приходит илья на нас вот так напротив ставит нагреты илья это ира ира это илья я такая привет я не твоя фанатка разворачиваюсь и ухожу я не знала кто он единственное что я знала что типа есть чувак у которого как там группа то что блогер он был я не знала вот и все мы с ним познакомились и весь вечер я видела что он сидит там где-то в углу и смотрят вот так вот да вот это вот начинается и все я уехала потом и в три часа ночи где-то смотрю мне вконтакте как бы в друзья я захожу к нему смотрю ухо много подписчиков типа и все мы начали переписываться и пошло поехало и как-то так само собой получилось что мы постоянно начали быть вместе и потом вообще вот когда появилась эта квартира на пушкинска я жила с подругой я ходила к нему туда ночевать и в один день он не такой давай вообще типа жить со мной типу игру ну давай и все дальше все эти блоги совместные близкие друзья и так далее но вот из того что я вижу сейчас вот у тебя как с эриком ты конечно у нас общий близкий друг здесь так не получилось то есть там вот джарахов джарах джарах поперечный да они не остались твоими друзьями а правильно понимаю то есть вы как-то все там чуть-чуть разошлись разосрались говоря не разосрались у всех короче получилось так что у всех своя жизнь началась вот это вот взрослая то есть у всех отдельные проекты кто-то там купил себе квартиру кто-то там куда-то переехал третье десятая и как бы вот но работать вместе почему перестали ведь это же и выгодно было и все равно это у вас такой был совместный какой-то ну было ощущение вот этой общей энергии что вы там многое делаете вместе я думаю что это немножко изжило себя потому что невозможно постоянно черпать вот эту вот энергию генерировать ее и делать вот одно и то же постоянно вместе но с этим я согласна но дружба почему прекратилась ведь ты с ним сейчас совсем не общаешься ни с джараховым не общаюсь но я редко вижу с ними ну как вообще ну вот вы переписываете с джараховым переписываемся у вас есть какие-то отношения а чё вместе мне почти как сын был жизнь спасала несколько раз спасала жизнь до от гипогликемии его дурацкой он же диабетик у нас кололы нет рядом рядом оказывалось в тот момент когда он мог коньки отбросить ну вот ну то есть смысле ему нужна была доза инсулина да но мы не знали что как бы ему доза инсулина нужно поэтому клали ему в рот там сахар мед ну то есть вот это вот сладкое а потом он же сам в себя приходил вставал и делал себе укол можно это выглядит жутко чек прямо терял сознание да он вообще не в минозе был полнейшим это очень страшно такое наблюдать особенно когда ты первый раз это видишь а он забывал да просто да он вообще не понимал кто ты он просто вот так вот и мычал это вот первый раз мы с ильей увидели илья слава богу но отреагировал или я почему-то решил что у него инсульт и начал на него орать назови свое имя там улыбнись на что там при инсульте вот а я это вот первый раз был что настолько шок испытала и я забыла номер скорой я вот так вот стояла с телефоном и просто типа номер скорой номер скорой и пока я вспоминала стояла он слава богу пришел в себя попил чего-то там сладкого и пошел сделал луком это вообще ужас а с поперечным не сохранились нам ну почему-то как-то не сохранились я не знаю может он остался больше может быть с ильей или я тоже но они изначально как бы друзья были до этого еще с поперечным мы дружили до этого хорошо очень потом у него появилась девушка и как-то мы редко начали общаться вот и то есть мы не ругались там негативного подтекста никого нет просто как-то вот товарищи женщины и мужчины помните 8 марта это не просто праздник это день борьбы за равноправие за справедливость за уважение да за последние сто лет мы многого добились избирательное право сокращение списка исключительно мужских профессий стремительный рост числа женщин руководителей да сейчас мы женщины уже можем свободно без насмешек водить автомобили теперь и поезда мы покоряем с мужчинами эверест летаем в космос служим в армии но мы все также любим подарки сейчас будет лайфхак скачивайте приложение флау вау и перестаете ломать голову над тем как порадовать близких там все есть флау вау это онлайн платформа для продавцов и покупателей тысячи магазинов исполнителей из 950 городов мира предлагают товары из разных категорий цветы подарки кондитерские изделия игрушки украшения продукты и многое другое все пользователи получают удобный и надежный сервис флау вау это быстро оформление заказа занимает несколько минут некоторые исполнители готовы доставить товар уже через 40 минут после оформления флау вау это удобно встроенный чат с исполнителем оплата apple pay и google pay флау вау это надежно система рейтингов и база отзывов которые помогут выбрать надежного исполнителя флау вау это индивидуальный подход вы можете делать свои подборки покупок и делиться находками с друзьями в конце концов это выгодно специальные предложения акции большие бонусы которые можно копить и оплачивать ими до 100 процентов стоимости покупок вот вам подарок от меня по промокоду собчак вы получите скидку в 300 рублей промокод будет действовать до конца марта все подробности по ссылке в описании но расскажи куда мы сейчас едем мы едем сейчас на студию где записывался мой вот первый дебютный альбом golden flower так ты сейчас опять пишешь ну не то чтобы пишу мы сейчас будем делать синглы отдельные ты сама пишешь тексте я сейчас нет у меня есть авторы задействованы авторы я и вот мой сам продюсер денис цукерман лучший друг по совместительству кто будет клипы снимать пока не знаю но не хочешь работать вот с режиссером алье девушка нет я бы не соли арену да и алина линь нет до этого они всегда делали но сейчас у них не особо много времени или кто тебе еще мне вот нравится андрей трехгода который сейчас последний клип снимал прям очень талантливый человек в восторге хотелось бы поработать с олегом трофеи олег трофеи он снимал а как же его сироткин есть такой исполнитель я снимал ему клипы в грузии очень красивый клип я люблю питер все таки я тоже люблю пить но карьеры делаются в москве да я понимаю что возможно скоро придется в москву переезжать квартиры ты не поторопилась ты уже купила в ипотеку небось нет нет ни в ипотеку надо было в москве сразу покупать там уже них и пока не нужно если честно не хочешь пока что хочется перерыв такой нормальный сделать и построить отношения с собой здоровые они опять тратятся на серьезные с мужчиной ну послушай есть такое понятие power couple ты знаешь что это такое но ну типа сильная пара да когда каждый усиливает другого но условно самый такой пример power couple брэд питт анжелина джоли да их даже звали бронжелина вот пока они были вместе и она крутая и он а вместе они еще круче дэвид бэкхэм и виктория бэкхэм казалось бы она дизайнер он футболист но вместе они такая почему тебе не хотелось стать что это моя самая любимая семья вот они вот почему вы не хотела стать power couple но для этого это надо вместе появляться вместе что-то делать может быть вместе даже работать и записывать клипы так это и не получалось так делать потому что в группе есть вокалист второй они вместе получается даже могла еще в период когда у вас отношения были в разгаре он был безумно влюблен мягко как женщина это умеет продавить нет у меня тогда спектр внимания был смещен то есть у меня таких мыслей вообще не было мне это не ну не чувствовала тогда никакой опасности просто да я такая все я родила я мама у меня малыш все классно то есть у меня немножко мозг поехал на этом и интересы как-то чуть-чуть другие стали то есть ты на ребенке в тот момент сконцентрировался и упустил это достаточно сильно да и ты еще во время беременности сконцентрировалась на всем этом но это кстати часто так бывает что во время беременности у людей охлаждаются отношения хотя казалось бы должно быть по-другому да это у всех разная реакция то есть у мужчин реакция на беременность как бы разная у самой тебя реакция на беременность я вообще была в диком ужасе сидела короче и смеялась типа у меня задержка неделю ха 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 прикиньте я беременна и наутро я делаю тесты и беременная такая интересно но его не было я получать была дома одна я сначала смеялась потом поплакала смеялась к письма те говорит это начали трястись естественно жесткое желание позвонить и рассказать просто всем то есть я очень сильно хотела этого ребенка но когда я через три месяца поняла что я вообще мне деваться уже некуда я такая а это ж надо рожать смысле я же уже ничего не могу сделать смысле вот вот так и у меня случилась такая довольно депрессия началась сильная еще во время беременности еще во время беременности как потом вообще выяснилось после походов к терапевтам что у меня еще было вообще до до ильи то есть с юношества депрессия она в ремиссию уходила у меня клиническая депрессия была у тебя клиническая да она как бы ее нет она есть ее нет она есть то есть периодически она уходит в ремиссию а расскажи что это такое вот ну как ощущается отвратительное ощущение на самом деле когда ты с утра просыпаешься вот и открываешь глаза и первая мысль у тебя в голове вообще зачем это все то есть ты просыпаешься и ты не понимаешь зачем ты проснулся и все очень плохо то есть ты уже тебе уже хреново ты открыл глаза и все и ты как бы в резкий даун сразу же уходишь тебя не радует то что у тебя вот рядом там прекрасный малыш лежит там у тебя по сути в целом все хорошо ты не голодаешь там ты не знаю тебе есть где жить то есть ты делаешь любимое дело у тебя абсолютно ничего не радует то есть после родов депрессия продолжить еще сильно сильнее сна вот я долго это значит что уже какие-то нужно принимать медикаменты да я принимал медикаменты я очень долго шла к тому чтобы дойти до психотерапевта потому что я все таила надежды внутри что я сейчас все сама я сейчас все пойму я и все как бы вылечусь но вообще нифига то есть нужно идти в терапию нужно принимать препараты если это требуется и только тогда то есть ты прошла саму вот эту острую фазу без препаратов и потом пошла психотерапевт сколько был курс антидепрессант 2 месяца что-то пила какие цепролекс по моему называется что-то такое и ушла через это лирика еще была немного и да на цепролекция просто такая ой как хорошо она убивает убирает именно вот этот вот там тревожность я еще очень сильно подвержена к тревогу к тревожности и вот она купирует ее и ты как бы спокойнее начинаешь жить ну и кто же терапии сколько добра не получается полгода год год наверное да вот то есть тебе прям было очень тяжело выходить из вот этого пострадового очень первые полгода и я вообще не знаю как я пережила это я мне кажется я не спала вообще то есть у меня был такой стресс и непонимание вообще что происходит я не могла привыкнуть потому что у меня ребенок я не могла спать я постоянно дергана была то есть это тема настолько близко каждой из женщин я просто не верю что есть хотя бы одна женщина которая не прошла через какое-то насилие и унижение сожитель моей подруги как у нас называют гражданский муж когда она была беременна она была на восьмом месяце беременности сбил ее ногами живот завтра должны быть таким как сегодня менять мир мы должны со своего взгляда из себя с того как мы воспринимаем эту реальность я глубоко уверены что любой успешный бизнес он не может только брать он должен и отдавать и только объединившись мы можем достигать просто нереальных высот вот этого момента приходит успех друзья делиться опытом разговаривать на важные темы это то что нам всем бывает необходимо но еще ценнее если за правильными словами идут еще и дела если хотите поддержать женщин которые оказались в непростой жизненной ситуации не только советом вы можете сделать это вместе с летуаль в рамках специальной акции с 26 февраля по 8 марта 100 рублей с покупки всех ароматов сальватора фирогама будут переведены в сеть взаимопомощи женщин ты не одна акция действует и на покупке онлайн на сайте лету точка ру и в розничных магазинах летуаль собранные средства пойдут на помощь женщинам которые нуждаются в психологической юридической и финансовой помощи а также в информационной поддержке в преддверии 8 марта вы можете и порадовать любимых подарками и одновременно поддержать тех кто в этом нуждается давайте делать добрые дела вместе все подробности по ссылке в описании кто тебя поддерживал няня мама ильи периодически там брат подружки пытались но у меня сработала еще не очень хорошая вот это вот моя есть черта когда я отталкиваю помощь а почему не илья илья ударился в работу у ильи тоже мне кажется случился нервоз или психоз что он так я должен всех всем обеспечить должно быть у них все мы полтора года прям ждали хотели и тут я узнаю что я буду отцом я же прям я я прям мне было так страшно но он молодец он большой молодец потому что ну не каждый мужчина еще там захочет обеспечивать или что он полностью обеспечивает да когда получается не работала или там не было заказов каких-то да конечно и сейчас тоже сейчас он оплачивает квартиру нянь и какие-то там деньги на там на добрыню на меня у меня добрыня подходит и говорит показывает на телевизор говорит папа 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 больше всего любишь песню как-то дэнза фара дэнза любимая наша песня ну классный выбор а ты танцы эти умеешь такие делать как у папы в клипе вот эти все как там деби-деби-деби-деби-деби-деби-папа я не знаю я не смогла выучить это умеешь ты переоденешься в динозавра класс а что это за динозавр как роза очень страшно сейчас сел испугаются уйдут все все не трогай ручками только ладно можешь сделать так в твоих словах есть какая-то не то что ну да обида наверное на илью ведь в такой ситуации когда слушай ты рожаешь это ваш ребенок ты проходишь через ужасные мучения еще и депрессия и такая настоящая клиническая и ты ждешь что человек тебя поймет возможно да на тот момент обида была конечно же сейчас уже ее нет потому что это все прошло но на тот момент конечно хотелось да чтобы мужчина был рядом постоянно чтобы он помогал чтобы поддерживал но к сожалению это просила его об этом или ты молча обижал я молча мой стиль почему не было желания вот как-то не знаю все же психотерапевты и ты сейчас уже с ним работаешь все наверняка тебе лишь надо говорить у меня не было психотерапевта я все в себя все вот это вот копила копила и никуда не выплюсь то есть ты не из тех чтобы там устроить не знаю сцену ревность или искать илья завязывай ты разрушишь семью прекрати вот эти все нет я знаю что очень классно расстались а по себе знаю что это бывает непросто но круто и вот я могу сказать что мои комплименты то как это было сделано это было очень интеллигентно и правильно и вот так как должно быть но так редко получается же люди должно друг друга начинают поливать как только расстаются но это как бы классическую а наша цель была показать что и хорошо тоже может быть мы к сожалению разводить я тоже сейчас об этом узнала ладно шучу мы до конца жизни остаемся семьей это самое важное мы остаемся матерью и отцом для своего ребенка для своего ребенка и самое главное что мы остались друзьями не обязательно должно быть все хреново тебе все равно было видно что тебе было больше чем как не было не то чтобы больно по мне было видно знаешь что я не хотела снимать это видео потому что у меня в голове не укладывалось почему мы должны об этом кому-то рассказывать это же наше личное то есть у меня такого нет и воспитания не было что нужно как бы выносить вот это вот все чтобы все это видели илья настоял не то чтобы илья настоял я считала что это правильно и это нужно сделать но я не хотела и когда это нужно и ты не хочешь получается вот первый предложил и сказал что это нужно илья а для чего как он мотивировал чтобы люди увидели что мы во первых сами это все инфо информацию преподнесли и чтобы никто не додумывал не выдумывал лишние вещи но это не помогло ты вот не думаешь что это же тоже блин связано как тебе сказать то есть я понимаю зачем это нужно было ему на тот момент потому что ну понимаешь мужчина у которого жена маленький ребенок которому три года смотрите я свободен для этого что я не изменил если вы меня увидите где-то софьей в объятиях вы не будете думать ах ты сволочь бросил молодую жену с маленьким трехлетним ребенком что типа мы уже расстались и у меня типа уже вот новые отношения ну согласись вот мисс логик может быть ну что такое ну иди ко мне иди ты моя любка ты соскучился что ли ты сладкий какой господи ты что ли соскучился ну я же здесь я дома мама чуть-чуть поработает сейчас и потом будет только с тобой ну а чего ты плачешь солнышко пойдем пойдем да ты его сейчас отдам это нам все знать я сейчас приду зайчик ну смотри конкретно вашей ситуации мне кажется было важно не только то что это была разлука но это что он ездил на гастроли но еще и то что с кем собственно он ездил на гастроли ну чё уже скрывать у меня тоже есть инсайт у меня друзья которые близко общаются с ильей и понятно что у него достаточно нежное отношение софи ревность есть красивая девушка сексе во всех клипах у нее добрый она она может расслабить это сыграла роль при вашем расставании скажи честно вообще нет и если честно у меня настолько у вас материться можно конечно ребенка нет меня настолько заебала вот эта басня это сказка эти выдумки подписчиков того что вот они там ебались вот у них было то у них было это посмотрите они здесь то 5 10 что я уже думаю ну как бы ребят но серьезно ну ты же знаешь что сейчас они встречаются это же не встречаться ну это же не секрет мне просто кажется настолько очевидная вещь для всех уже сейчас уже когда вы расстались что у людей там какие-то более чем дружеские отношения может быть но мы же расстались у каждого личная жизнь каждый сейчас имеет право на личность софьей а не лезу мы сейчас не общаемся у вас была какая-то ссора или вот какие а каким раньше были какие дружеские раньше очень хорошо дружили да мы общались ее мама как раз таки вот акушер-гинеколог она мне помогала рожать соня первые ильи даже увидела да так вышло что илья снимал клип когда ира рожала любом и это было примерно так что там что там я где там что то есть я всю ночь просто вот так вот в панике все происходило да я первая пришла ире привезла еду потому что она была жутко голодная позвонила мама и говорит приготовь ей что-нибудь котлетки с пюрешкой и надо срочно есть она была твоей лучшей подругой или как вообще софья появилась нет не лучшей подругой не настолько близко как появилась насколько я помню она тогда ребятам помогала записывать альбом сейчас не вспомню какой вот она приезжала мы тогда жили на в квартире на пушкинской записывали этот альбом там она вот приезжала туда записывали вокал что-то как-то просто общались там потом по моему мы на спорт не на спорт на занятия ходили вместе к алене двойченковой вот которая в танцах пару раз на занятия ходили и все периодически пересекались вот в компаниях к этом все вместе куда-то ездили ну и в турах но дружили переписывались а в какой момент вот это прекратилось это прекратилось в момент вот как раз таки когда я родила да сразу как-то родила а почему по ее инициативе от моей почему потому что я начала закрываться почти ото всех и мне мне было в общем еще обидно что у меня рядом нет ни одной подруги которая замужем и которая родила я такая но все я вообще одна в этой ситуации и мне не интересно было там общаться про какие-то там вещи не знаю мне было интересно вот про я хочу про ребенка разговаривать я же родила у меня ребенок ну да то есть у вас случилось вообще разошлись и вот как раз таки тогда у ребят начались и туры и все хорошо то есть она прям такая звонила алё подружка привет у нас не такая дружба была мы как бы спокойно общались то есть там кто-то кому-то напишет или там такое ровно вот и ну я думаю она наверное просто поняла что я вот так вот дистанцируюсь и потихоньку потихоньку все снизошло на нет до уровня там я не знаю сейчас привет пока все как дела но у тебя есть к ней какая-то честно вот злость или обида нет абсолютно нет вот во всем мире это не только в россии рэп почему-то считается все таки больше мужской истории то есть очень мало женщин рэп исполнительниц который бы были ну вот прям супер крутой почему так как-то самое тебе объясняешь в нашем мире равноправие феминизм мне почему-то кажется что мужчины слишком из-за того что мужчина слишком агрессивно реагирует на это что якобы это наша ниша это вот мы до хрена бабла зарабатываем и вы в наших клипах жопами трясете такая позиция мне кажется и когда кто раз первый появились бейонсе но она не но мне кажется когда женщины появились вот именно в музыкальной сфере такие все показали что мы можем мы вот несём любовь мы показываем как женщина красиво может показать или точно также нам в рэпе как я могу раздать например никими наш карди би это же просто вообще красотки тем более карди би бывшая там стрепуха и то что вот нонсенс был там у нее сосок там в stories она показала она на это отреагирует чё я стрепуха была как бы это вообще ничего такого но как ты считаешь вот в россии придет этот тренд удаст это тоже рыб культура российская она только про мужиков я в принципе вот ты еще кто ну а и за мной еще что-то тоже я душа жена рэпера вот и все я думаю придет но нужно еще время какого ты знаешь может быть я просто вот секой кого-то знаешь еще из классных женщин рэп исполнительница в россии то что делать тебе нравится музыка почему красиво звучит не лично мне и я бы не сказала что мне это приятно слышать тем более на русском языке и вот это вот все как-то ухо мое удовольствие не получает есть кто-то понравится женщин рэписта к в россии да ну это не рэп но мне вот нравится айгель мне нравится девочка de queen она по-моему казашка красиво очень тоже поет но это вот все не рэп я вот из рэпа не могу никого в пример привести она же уже позже чем ты появилась софья в группе правильно я понимаю вроде да ну вот началось какого-то там просто клипа где она участвует а нет не хейтфула какой же клип какой-то да как человек вот так смог вот смотри вот поучиться надо за время завоевать вообще другие позиции в группе как это вот могло произойти и почему-то это проглядел то не знаю но она же непосредственно в группе была участник группы ну как вот смотри вся территория илья вот все зачистил территорию все всем поперечного нету джихарова там иногда по телефону при чем тут илья не илья же зачистил территорию люди же сами решают общаться им продолжать или нет ну как я понимаю девушка поперечного вообще зачистила территорию раз все сразу вот он у него появилась девушка все другой человек другая дружба все вся текла какие-то сразу девушка ну как он давай честно это известный факт что у него когда появилась девушка он сильно поменял круг вот уж нурова женился на новой жене все он ни с кем из старых друзей не общается телефон и поменял что жалко очень я же матильду очень люблю я матильду тоже люблю я считаю что вообще все вся трагедия которая сейчас происходит сереже связан только с тем что он проебал матильду но суть то от этого не меняется я сейчас вот говорю с позиции что вот его новая женщина она для него конечно делает хуже для сережи но для себя она делает все грамотно то есть она пришла на зачистила территорию потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к матильде каким-то другим людям другого склада характера а тут уже все фсб титу в парте видишь у меня такого нет у меня по жизни все просто я никогда никому ничего не запрещаю и ни на что что не мое не претендую хочешь пожалуйста не хочешь но просто понимаешь мне кажется так странно получилось вы все это вместе начинали то есть ты вот знаешь та жена генерала которая начинала когда он еще был лейтенантом знаешь как говорят что любого генерала надо самой вырасти пройти с ним значит они нельзя сразу стать генеральшей ну не знаю я понимаю что нельзя о любви вот так цинично рассуждать но вот если посмотреть на это прагматично у тебя живот был прямо вот этот вот шанс понимаешь на отношения с нуля и вот уже с человеком который при тебе все это достиг и это так ну как-то блин взяло и проебалась извини вот просто проебалась потому что я считаю что твоя ответственность тоже не смогла это вовремя как бы взять в свои руки вместе блогинг вместе группу вместе вот это все а также получишь все друзья остались там все как бы отрезанное тебе втройне труднее выстраивать свою карьеру хотя в свое время там илья тебе ее иначе но зато результат будет круче раз втройне труднее это наверняка ну блин обидно же ты вот сейчас не честно скажешь сидишь иногда думаешь блин вот я дура чего я вот до меня такой добрая была и во все верящий человек надо было где-то пожестче это спасет мир ксюш можешь рассказать о каком самым решительном поступки в твоей жизни вот когда ты поборола вот это по-настоящему вот как интервью ксении собчак это мой второй решительный поступок самый решительный был вообще переехать в питер одной все бросить в набережных челнах и уехать сюда где никого нет и никого не знаю а почему как то это решила сделать почему питер и вот где как это питер во первых питер потому что я один раз до переезда сюда приезжала сюда на концерт группы энтер шикаре которую тогда любила и мне очень сильно здесь понравилось я просто кая влюбилась хочу здесь жить и после этого я где-то год да я училась перешла во второй курс института и на втором курсе я уже начала понимать что ну что-то не то как-то мне не нравится все это и перестала ощущать что я вообще должна в этом городе оставаться это у меня внутренние амбиции были что вот я должна куда-то переехать чтобы вот не загубить не знаю свою жизнь свою судьбу и все и ну это как-то для меня даже было странно но я то есть ты просто поняла масштаб набережных челнов например пить а почему питер а не москва ведь обычно в москве я не было я такая чуть-чуть исследовала такая а питер вот он такой хорошо мне подходит вот и в один из дней когда мы с папой куда-то ехали я просто сижу и думаю сейчас скажу сейчас скажу короче а я группа я бросаю учебу там накопи мне какую-то энную сумму денег я переезжаю в питер ну да экономистом не буду мне интересно совсем другое и он мне на это да хорошо я так он меня не любит то есть да у меня уже вот этот что он меня отпускает это как так вообще вот но я очень сильно благодарна что вот он пошел на это согласился и но ты переехала и ты начала заниматься чем дологи ухов нет поисками работы я позвонила по объявлению в секс-шоп нужен был продавец кассир я такая я все беру мне нужна работа мне вообще плевать какая там и я работал три месяца в секс-шопе три месяца слушай да ты кладезь знаний для нас так это вообще скажи мне что люди чаще всего покупают секс-шоп начнем с того какие люди туда давай начнем с того какие туда вот я работала в этом секс-шопе честно я ни разу не видела чтобы заходили вот обычные ну такие не знаю обычные как мы с тобой люди да или семейная пара или просто посмотреть серьезно потому что я недавно извини что перебиваю проехалась где-то в москве и увидела вы с вот не интим шоп как обычно а типа семейный секс-шоп магазин укрепление семьи я думаю вы чё серьезно да назовите вы секс-шоп это магазин укрепление но может я чё-то не пойму что правда какие-то пары приходят выбирают там побольше вибратор поменьше то есть я так никогда не делаю думаю мало ли может это просто сказывай так вот значит это вообще история на миллион первые через через два дня работы в этом магазине то есть я еще пока как бы такая осваиваюсь думаю ладно вечер заходит странная женщина за вслед за ней мужчина в черном плаще и она что-то начинает ну то есть я короче знала как схема вот этих мошенников работы то есть я не тупая вот я захожу я понимаю что уже что-то странное но потому что они странно себя вели у меня чуйка работает она что-то там выбрала она такая подошла ко мне начинает вот это вот отвлечение внимания все высыпать из своей сумки и убеждать меня в том что она мне дала 5000 и я должна дать ей сдачу с них игру вы мне ничего не давали от конец я дала ну короче я стою на своем у нее ничего не вышло она уходит мужик остается я думаю сейчас то чего будет и мы с ним одни как бы вечер стремновато и такой девушка не могли бы мне помочь я груда да конечно он стоит у стенда с реалистиками реалистик это вот эти вот фаллоимитаторы которые похожи приближенных на член настоящий да там целый стенд был он стоит смотрит такой грошка не могли бы мне вот это показать я груда конечно без проблем достаю коробку он такой а достаньте я достаю а она как бы вот этого пениса в вакуумной упаковке то есть его не достать оттуда товар будет непригоден если вы достать достаю ему из коробки он такой стоит смотрит я такая думаю ну так хорошо дальше сейчас что будет он подходит к зеркалу девушка а вы не могли бы мне вы из паки упаковки из пакета достать я говорю нет к сожалению не могу потому что я его не смогу потом продать он такой ну ладно хорошо а подойдите пожалуйста мне ваша помощь нужна я уже в думаю господи ну что жить что подхожу и значит мы становимся напротив зеркала зеркало да я встаю он такой вот можете так постоять то есть он меня не трогал ничего он просто вот так же жестами можете вот так постоять я гурда конечно он дает мне этот реалистиката может его так подержать к себе прислонить а я сейчас встану на колени и вы мне скажете как его там типа как я смотрюсь а я а мне уже весело я в этот момент я грудь да конечно говорю давай стою вот так он значит там всякий вот я грою очень красиво выглядите супер я грою вам нужно брать я грою очень красиво очень идет то есть он такой да правда потом он пытался его взять в рот в этом пакете а я в магазине да понимаешь это конец перестань типа чё ты делаешь это такой сюр был пипец вот таки он его не купил и я такая пошел копить на него наверно я думал что будет что-то страшно ну как бы просто веселая история послушай ну то есть а вот какие обычно посетители этих ко мне заходила один раз женщина в очень преклонном возрасте рассказывал свои истории как она была госпожой раньше как они ходили там массовыми компаниями в бане то есть вот это вот все заходила там гей парочка ко мне спрашивали про всякие смазки то есть но я так как бы их не ну не пробовала то есть получается я стою делаю вид что я знаю здесь все и они такие но вы точно а вы точно знать а вы точно пробовали я груда уже обманываете вот мы ее пробовали нам не понравилось игру мне понравилось на вкус и цвет как бы знаешь и часто заходила очень девушка одна ее запомнила я теперь только понимаю что это наверное была очень дорогая эскортница но она выглядела шикарно всегда просто шикарно она выбирала самое дорогое белье всегда свечки то есть я на нее смотрела думаю какой хорошая то есть я наслаждалась красотой этой понимаешь что тебя от места главного лидера в офигенной группе с твоим мужем где бы вас ждал ребенок дома вы бы вместе ездили на концерты отделяет только то что ты не пришла и не сказала это мое место давай попробуем будем делать это вместе я уверена что я не хотела стал бы это не ты боялась ты правильно говоришь ну может боялась то что казалось стыдным а что я приду и так ему скажу или попробую нет мне казалось стыдным у меня в голове абсолютно другое сидит а почему я должна это делать то есть почему я должна человека ставить перед выбором каким то то есть ты хотел чтобы он сам тебе это предложил да думаю у меня так это работало внутри сказка сказка вода я так люблю сказки обожаю я бы хотела жить в сказке это я покупала себе вот эти вот сальвани он семье да ну не просто вот такое ну я хотела короче я хотел закрыть гешталь детские что-то у меня не было домика никакого в детстве я такая карантин прошлый 12 часов ночи я думаю так сейчас я закажу себя все вообще заказала она лежит я думаю ну ладно добрыня вырастет будет играть как бы боже это же дед девичья это девичья радость да она больше коллекционная мне кажется для ценителей которые вот любят вот это вот что-то собиралась этим делать собирать и ставить домик да сама всего конечно я у меня хватило тебе лет и 29 скоро будет блин ну это все это гештальт из детства а почему не было домика ну возможности не было да у родителей возможности не было да и как-то но я кстати помню своего вот у меня один из моментов абсолютного счастья это первая кукла барби у меня уже лет ну все таки там семь восемь это в розовом платье барби но барби у меня было тоже как бы куча мне постоянно привозила мама или тетя у меня тетя мамина сестра на рынке торговала и она постоянно ездила в москву вот с набережных челнов и там барби вот эти жвачки это все то есть это было а именно там домики какие-то вот эти вот приблуды лошадки замки кареты этого конечно всего не было то есть ты прям сидела на карантине подумала хотела в детстве собирать домики надо собрать сейчас собрала дом и такая ну на этом хватит и все да у меня так с одной подругой никогда не забуду мне всегда при том что ну там я не меркантильный человек вообще там я не вышла замуж за миллиардера из любви то есть но я вообще не про деньги но конечно приятно когда тебе мужчина делает какие-то прекрасные подарки мне всегда было ужасно неловко то есть это в принципе почему я стала сама деньги зарабатывать никогда не могла сказать мужчине там типа ой а подари мне вот это по мне мне казалось что это ужасно как-то стыдно а мои подруги ну делали это легко и им главное все дарили всегда я как это делать и они говорят ну как ну потому что мы подходим и гамм послушай я вот хочу эти сережки как вы это вот вам не неловко что он подумает что вы из-за сережек там вообще об этом не думаю чем подумать я вот хочу сережки а говорю слушай хочу сережки он говорит ну давай иногда и нет но тоже бывает мне как-то кажется вдруг он подумает что я из-за этого вот наверняка у тебя что что-то подумает что я ха ему навязываюсь в группу да да у меня так было тоже да сейчас я например до сих пор загадка как женщины делают вот это вот то что ты рассказала вот и для меня я думаю хочу что ты такого там делаешь что он такой взял блять и машину тебе подарил это как надо умеет трахаться и сосать там ничего особенного в этом как бы ниши но почему такая просто где моя машина так а это шоу гардероб мой посмотреть к бардак ну конечно пожалуйста интересно вот мой гардероб ты как будто тут и не живешь знаешь я не верю что кому это весь твой шмот что да да это то что я ношу остальное я все как бы отдаю уважаю утилизирую клава либо например а что-то что нормального вида еще даже давай можно я открою но это реально немного для девушки уже вполне себе зажиточной но я не как 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 это я зажиточная ну ладно как он тебя бывший муж суперзвезда концерты по 50 60 тысяч евро у вас совместный ребенок уже себе точно блинсяга и все должно быть завершено у меня сейчас есть вот платье сейчас покажу с которым я не знаю что делать но мне его отдавать так ладно нет мне его отдавать жалко и и и продавать жалко и носить его не могу это драйва ноты я его купила в л.а. в украине церемонии почему ты его не носишь не знаю я не знаю куда мне его носить мне кажется очень красиво может быть когда в имени у тебя давай за тоже галандрис ванно офигительно это защита прямо супер крутая марка это супер крутой чувак до санкт-вертенской шестерки шестер же их там было да вот платья но часа но я его типа надела и такая я богиня я беру вернулась в россии такая а куда мне вот относить вот так вот эти защиты могу вот модная хочешь модный совет можно же сверху какую-нибудь жилетку такую вот ну понимаешь утепленную это сразу будет грубая обувь но перестанет быть как бы летним то есть летом ты вы может так а тут с какой-нибудь я думал корсет какой-то например которые на руль я тоже так люблю ну короче она у меня со знаком вопрос висит и ну блин у тебя или пять платьев в гардеробе я такого не видела послушай пустые вешалки ну как такое может быть это очень все скромно еще с и еще и верками смотрите на ну это зара это зара это зара зара вот это я пару раз надевала а вот тоже что это не в трахаться это в том что женщина просто говорят котик я хочу машину а этот котик скажет он скажет я и он скажет ну хорошо хорошо а если такой котик скажет блять больше ничего не хочешь ну значит не получим извини что я сегодня как петросян сыплю анекдотами ты же знаешь да что почему ржевского столько женщин как у тебя столько баб всегда но я подхожу и говорю можно вам тилдонить это что все дает ну нет 50 на 50 все равно как бы ну пеша на тебя нет но то есть пять раз ты попросил машину ну два раза те сказали да уже нормально еще это от страха услышать нет вот я не люблю слышать когда мне говорят нет я не хочу услышать слова нет а ты обсуждала это с психотерапевтом да что говорит мне самое интересное поможет вот я тебе объясняют от страха бриллиант а я с новой машиной это от страха быть отверженным как раз таки ты не можешь открыться показаться уязвимой попросить потому что ты боишься что тебя от скажут нет или отвергнут или вообще скажут не чуёбнута я течо но то есть тебе хотелось поговорить об этом с ильёй может быть бы хотелось что-то сделать совместно но тебе было неловко и тебе казалось вам должен сам это понять а уже сейчас когда все закончилось и вы остались дружеских отношениях вы проговаривали это ты ему говорила слушай или а отчеты мне вот можешь мне сейчас честно сказать уже все закончилось мы все у нас хорошо что-то мне не предложил почему тебе казалось что я не подхожу или тебе просто эта мысль в голову не пришла а я вот он сейчас с москвы вернется я у него спрашиваю нет на эту тему мы спроси мне кажется это важно потому что если ты услышишь ответ что отчет то я подумал мне это в голову не пришло то это тебе очень поможет ты поймешь что такой ответ может будет а может и нет что я грому что не будет такой ответ а может и будет ну слушай мне кажется что мужчинам к сожалению сейчас надо говорить что ты хочешь вообще главная женская правда уже это поняла надо просто я хочу вот так он такой да наверно можно или ой я не подумал это же очевидная вещь а он такой я не подумал вот нет к сожалению для них правильно я понимаю что негативно относишься к женщинам которые вот с мужчиной которые еще в браке я не понимаю зачем вообще люди в принципе лежу лезут в чужие жизни вот эти вот даже гневные комментарии где-то другой не было же вот представь ты влюбляешься в человека он жена и все если это я буду я влюбляюсь в человека и он женат я как бы чуть-чуть пострадаю пострадаю и скажут как бы до свидания все ну хорошо а ты вот представь что он до свидания прицель ты с ним работаешь с этим человеком вместе вы пишите альбом не знаю звукорежиссер твой женат а ты влюблена вы вместе каждый день он течет а там я не буду ничего делать для того чтобы расстроить его брак ажайся он начнет проявлять тебя внимание понимаешь это же сложный вопрос а дальше условно его жена скажет у меня такого не было но чисто теоретически тему чисто теоретически теоретически я бы с ним провела сначала беседу как бы во первых для чего ты это делаешь если это как бы на одну ночь здравствуйте по матросил и бросил мне это не интересно а если нет он где я буду а если я являюсь что мне делать а если нет ну как бы чувак решает тогда сначала проблемы со своей семьей если они у тебя есть потом мы уже сразу быстро не решить все время я подожду меня потом просто мучила что из-за меня страдает другой человек что вот его жена женщина она типа стала но это разве из-за тебя так я знаю я же и другая точка зрения получается в этом тоже замешана если другая точка зрения что нельзя расстроить тот брак который не расстроился сам что условно ну ты не можешь сломать отношения чужих людей если они любят друг друга это невозможно ты можешь сломать только то что и так ломается ну так а зачем человек ну послушай да ломать ну как если все держится уже вот так зачем на себя брать такую ответственность ты вообще тут как бы кто ну как это же вы получаете же берешь и твой выбор значит получается раз ты такой идешь а мне никто не просил но я помогу им сломать это все нет ну это же не то что суши каждый же про свою жизнь про свое счастье но если люди готовы к другим отношениям и готовы уйти семьи ради отношений с тобой можно ли сказать что это твоя вина для меня бы это было тогда я бы так не смогла а почему бы ты чувствовал что это твоя вина но это же их отношения если мужчина так решает и гадисуши все я чувствую что там все закончилось с тобой только все начинается все равно для меня и в чем этот негативный фон что там есть человек в чем виноват что там есть человек который будет меня априори ненавидеть потому что я для него для нее там буду виноватым какие же вы все-таки разные ты твой сценический образ вообще джеки лэндхайдт а ты бы ненавидела такого человека вот который бы так с тобой просто я думаю да и ты не ненавидишь софью я не ненавижу и но она тебе неприятно нет у меня вообще так это еще хуже когда ты бы хотел быть на месте сейчас ну честно нет почему не знаю гастроли мирная слава а я не стремлюсь к этому мне это не нужно я не хочу всемирной славы я не хочу гастролей таких дичайших чтобы я не виделась с ребенком а что ты хочешь я хочу я хочу свои гастроли более-менее умеренные потому что я знаю что они у меня сейчас будут но как бы я там не уеду более-менее умеренно зачем заниматься музыкой если не мечтать стать лучшей вот а потому что мне нравится и потому что я хочу показать людям что когда ты делаешь то что тебе нравится то у тебя получится как-то ну понимаешь нет я в это как раз понимаю но я не понимаю что значит я мечтаю об умеренных гастролях мне кажется что вот ну так не бывает бывает режим выкл или в клуб то есть если ты уже хочешь ну как бы петь то ты мечтаешь стать условно там мадонной и получить все премии и были на евровидении не души и вот может быть в глубине души я мечтаю стать как бейонсе да или как реально да то есть это такая защита но тут же я не очень нет но тут же я ебать как боюсь типа это же пиздец как страшно изменяясь страшно ну да и поэтому я считаю что твоя защита она мне не очень-то и хотелось то есть я сама себя пытаюсь убедить в том что это не совсем ну да ну конечно тебе хочется получать страшно это страшно да ебать как страшно ты просто блин вот тебе надо было раньше со мной встретиться лишь ты сама создаешь это энергетическое поле вот я даже помню летом ты сама создавала ощущение что ты лишняя на этом празднике жизни это не кто-то создавал это ты сама ну вот то есть тебе было неловко как-то так сесть там чувствовать себя хозяйкой ну не то что распоряжаться но это же такое внутреннее ощущение мы живут например мы вот посторонние люди на реакция мы приходим в семью мы не знаем как устроен и одно дело нас встречает условно и ребят проходите сейчас я ильюш ну давай так смотри вот ну где мы с мы вот тут садимся так соня помоги там пожалуйста тарелочки нам принести ага сонечка и стульчик возьми себе вот здесь вот понимаешь это один подход и мы же ну мы бы играли а так мы видим скромная тихая ира да может я вообще уйду да ну скромная тихая ира в глубокой дипломе софья которая но естественно яркая красивая хохочет говорит на перебой это характер или это вот какая-то внутренняя не за закомплексованность что нельзя это внутренние это проблемы которые идут прямиком из детства с которыми я сейчас борюсь как ты их ощущаешь как-то это можешь сформулировать что это за проблему я бы даже не сказал что это за комплексованность мне у меня самооценкой проблем нет то есть я знаю что я шикарная женщина вот это больше проблема боязнь открыться людям боязнь того что тебя не поймут когда ты откроешься а после этого еще и отвергнут вот как согласилась на это интервью вообще-то а я потому что работаю с терапевтом еду на поправку и такая ну хорошо уже норм становится да я попробую надо себя в некомфортное ставить да вот да так и было но это правда она кстати я не знаю он или она она да она выводить себя из зоны комфорта из зоны комфорта это во первых во вторых от к начать открываться людям потому что если они увидят какой-то настоящий у тебя обязательно полюбит это правда понимаешь это очень сложно я вижу я вижу что тебе сложно но понимаешь ведь как люди же не понимают про твои проблемы они часто считывают твое нежелание открываться как там не искренность ложь то есть вот я понимаю что если что ты не хочешь говорить о том что что было больно или что ты ревновала или что там блин да я смотрю там эти stories они все веселятся я вот тут сижу дома бессонная ночь ребенок я одна мне даже некому ну как быть я примете тяжело это говорить тебе кажется что это наверно там стыдно нет мне не кажется что это стыдно просто я не привыкла не привыкла такие личные темы открываться ты хочешь казаться сильнее я не хочу казаться сильнее я хочу быть сильнее что значит быть сильнее не знаю быть сильнее смелее может быть в каких-то поступках не ждать от себя самое разрешение на что-то а просто брать и ну что предлагаю поговорить о русском девчоночь им рэпи о да или татарском как говорится татарско русско-английском петь на татарском языке и вдруг такой выстрел кто тебя убедил что это должен быть именно татарский язык илья или ты никто не убеждал это все получилось как-то само по себе органично отталкиваясь от моей национальности вот то что я наполовину татарка и там часто шутки про это были но добрые и как-то крутясь в общем в этой среде среди всех этих людей творческих я подумала что вот я же в блогинге то есть у меня же куча там полезных знакомств куча друзей всяких я набралась опыта то есть что-то как бы я уже умею там в съемках там написание то есть илья еще постоянно то есть я видел процессы как пишется альбом как это все делается я думаю можно же попробовать тем более на тот момент такого не было ну я не видела вот и когда мы это начали делать пришел а почему мы это сделали пришел запрос от самсунга рекламной компании ильдару джарахову типа снять клип на телефон и у нас был общий чатик я в шутку вбросил и давайте мне мы же помните мы вот шутили на эту тему и ребята всерьез да давайте я такая да я аж пошутила вы чего испугалась испугалась да конечно но я такая подумала а почему бы и нет давайте пробовать это должно получиться видишь блин хотелось и даже когда предлагаешь себя в шутку всегда типа чтобы если что да это шутка ребят о чем смелая и все и мы начали снимаем сначала записали трек вместе с ильдаром и илья тоже там было помогал советами своими то есть как там правильно там что-то сделать вставить я могу сделать лучше я покажу этому миру настоящий хип-хоп звезду которая сияет ярче чем тот кто сияет ярко там придумали припев вот этот вот замечательный и все и как-то съемки завертелись и все это быстро мы как-то сделали выложили и на следующее утро я просыпаюсь и понимаю что это настолько резонанс сильный вызвало у аудитории это настолько было странно для меня я вообще не понимала что происходит я не понимала почему и даже илья на тот момент они были в туре по россии он мне писал что типа вот я уехал в тур типа сейчас вернусь а моя жена известнее чем я стала это к сорян вот был кстати хороший момент блин сказать а давайте мне хороший момент был да мы потом сняли второй клип записали еще трек и как вы беременны две-три недели я бы была звездой два с половиной месяца у нас супер игра перед супер игрой уточняющий вопрос как ты относишься к фитом басков милохин и киркоров дава положительно это смешно выглядит за нравится у кого лучше получилось если выбирать а киркоров с кем был с давай сдал и на руке роллы роллы милохин басков как-то больше мне понравился этот вид он комичнее смотрится но сейчас ты знаешь время фитов поэтому если ты собираешься записывать новый альбом то я предлагаю тебе выбрать человека гипотетически которому ты пусть это будет твой новый психотренинг мы ему выберем сейчас из всех причин из вариантов да потом возьмешь и позвонишь после программы ну не прямо сейчас а так соберешься общаясь с психотерапевтом наберешься смелости скажу но откажет и хрен с ним я позвоню и скажу слушай вот поговорили у собчак а давай сделаем с тобой что-нибудь договорились да вот все проверка на смелость итак первая пара помнишь принцип супер игры выбираем из двоих потом доходим до финала в каждой паре один побеждает он переходит в полуфин все она первая пара дава или тимоти 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 почему ну во первых он красивый а то что он зашкварный не пугает но он зашкварный но симпатичные чего поделать хорошо милохин или моргенштерн милохин почему он мне по внешнему виду больше нравится он приятель по внешне только вот понимаешь я же подожди я же еще прикидываю как рядом со мной будет смотреться с тобой будет он подростком смотреться а моргенштерн будет как раз нахальный нет татуированный не нравится милохин да а вообще моргенштерн так не нравится то что он делает нет не нравится почему здесь во мне работает знаешь вот это вот родительское уже я слушаю то о чем он поет и вижу как он себя ведет и я как мать представляю с каким бы ужасом типа я я бы охуела если бы мой ребенок это слушал и мне это не нравится как артистка как артистка такое я тоже не слушаю вообще в повседневной жизни мне ну тоже не особо киркоров или стас михайлов киркоров так шнуров ли баста баста так идем дальше тимоти или милохин 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 а тут мы сразу вспоминаем что он зашквар и выбираем как бы из двух зол помоложе и пока что не зашквар киркоров или баста киркоров да ладно он эпатаж ходячий моргенштерн эпатаж тебе не нравится у него негативный эпатаж у киркорова приятный эпатаж я выбираю ваниль же а тут рэп жесткать я ванильная в душе сумерки люблю хорошо на самый странный выбор милохин или киркоров но вот теперь из всего этого выбираю киркорова да ладно а я не против как хочу нет ну все надо звонить киркоров хорошо даже потом болгарин и татарка ты понимаешь это будет просто сногсшибательный фит я считаю круто давай сейчас позвоним чуть тянуть-то я полную ты как-то и знал что это будет конечно я с видом всегда звоню киркорову хочу о звонит киркоров ребят перезванивает честный человек занят может отдыхает за живут удивительно что вот поколение не только твое но и да не мелочи что вы все знаете киркоров все его любите хотя как не любить ну вот ты знаешь а для поколения более старшего вот такого 20 30 25 35 он ассоциируется вот как раз знаешь вот этим застоевку музыки вот всем этим лютая но там дуть условно как о нем всегда говорит такая лютая попса я очень часто такое мнение мне кажется это наоборот круто что ты смог нас так надолго задержаться и ты до сих пор на этой волне представляешь насколько это тяжело то есть это же это огромная работа проделана там не только пиар отделом всеми его там менеджерами то есть он до сих пор на волне он кажется смешным или нет смешным он кажется только если его специально ставят в такое вот как в клипе с басковым где они сделали закос под кони веста и лил пампа это все ради искусства не касался писи козла я не касался писи козла я не красался он все сделал сам да он не трогал меня там это понравилось я смеялась мне кажется очень долго остановить невозможно было но это смешно у тебя уже были какие-то отношения после развода это такое пензина плачу в душе происходит потому что когда вот мы с моей подружкой лучший сапият сидим где-нибудь или идем куда-то у меня вечная вопрос в воздухе и у нее что почему мы во первых две красотки до шикарной женщины везде вдвоем к нам никто не подходит знакомиться то есть мы там отдыхать мы вдвоем с ней едем там в ресторан в кино мы вдвоем то есть я не по мне классно с ней нам весело но вот где эти мужчины даже чем вы сами никому не подходит время такой мужики и боятся подойти их сразу хороста обвинятка вот пусть не боятся а я вот я не хочу первое подключил я хочу чтобы за мной ухаживали чтобы за мной побегал же а как же пусси пауэр ну было и было что я не беременные тексты прямо про и что весе мне женскую сексуальность не говорит кого хочу хорошо но это да это же от настроения зависит вот сегодня я такая а завтра вот я хочу чтобы меня обнимали хулилилилилилили сейчас какого-то чтобы он к тебе конечно сейчас я хочу чтобы не вот какао в постель носили или кофе с утра как я сама это делаю мужчина когда идет до того что сын начнет какао носить в постель вообще-то это тоже приятно для дружбы родных отношений еще нужно типа дорасти воспитать себя как очень взрослый человек и прямо вот если бы не твой внешний вид такая женщина нужно еще себя воспитать такая вот понимаешь при так вот мне 40 почти тебе конечно же очень зрелый мужчина да так я и люблю как бы постарше они мужчины любят тебя должны помоложе любит чтобы ты была как мама мне такие больше не нужны не хочу вот мужчина чтобы вот он был много старше меня и вот такой вот всеобъемлющий все мое не отдам главное мечта в жизнь какая мечта но она такая несерьезная хочешь стать вампиром зачем кровь ты хочешь кому-то придешь да вообще кому угодно увидел там красавчика какого-нибудь хватило все и что следующий весело пить кровь и ты конкретно то есть ира татарка конкретно мечтает пить кровь да а вообще уже здесь супер глобальная то это найти самопонимание спокойствие и счастье с самим собой я думаю разберемся я не пропаду это кстати я не сомневаюсь спасибо спасибо спасибо